Здесь несколько вопросов, которые в основном, наверное, гастроэнтерологу нужно будет ответить. Полина Александровна, пожалуйста, к трибуне я буду. Значит, первый вопрос от Татьяны из Санкт-Петербурга. Коротко, как выстрелы, питание и витамины, и какие травы можно пить, витамины В17, настойка фаворита полигонов, что можно в перерывах между химией, видимо, химией. Я хочу сказать, что по большому счёту вся наша школа сегодня была ответом на эти вопросы. Единственное, что я скажу своё мнение, потом вы тогда, какие травы можно пить, обычно спрашиваясь, с какой целью, что вы хотите от этих трав получить. Если противопухолевый эффект, то смысла нет никакого. Для этого существуют специальные препараты. А всё остальное должно иметь своё обоснование – успокаивающее, возбуждающее аппетит, обезболивающее и так далее. Фаворит полигонов – это дрожжи, витамины мы разрешили принимать. В перерывах между химиотерапией тоже вся школа была посвящена именно этому. Полина Александровна, у вас есть комментарии на этот вопрос? Комментария фактически нет. Вот полностью к вам присоединюсь. По поводу амигдалины или так называемого Б-17, это, ну, даже не знаю, приличным как словом всё это назвать, соответственно, назовём это шарлатанством, извиняюсь. Вот, относительно трав, действительно здесь чётко нужно понимать, какую фитотерапию пациент имеет в виду, потому что мы, гастроэнтерологи, тоже назначаем какую-то фитотерапию, но, опять же, смотря что. То есть, соответственно, с какой целью? Если с целью противопухолевого лечения, то, конечно, нет, в этом никакого смысла нет. Если это вам, извините, почечный сбор уролог назначает, это второй момент. Всё остальное, витамины, если, опять же, есть какая-то B12 дефицитное состояние, естественно, мы его корректируем. То есть, всё чётко по показаниям. Ну и советую не заниматься самолечением и на сетевой маркетинг как-то стараться всё-таки не попадаться. Спасибо. Есть ли способы борьбы с метастазами, кроме химии, луча, операции? Наверное, это больше вопрос к онкологу. Первый вопрос. Давайте с конца начнём. Есть ли какие-то способы борьбы с метастазами, кроме химии, луча, операции? Химия – это более узкое понимание лекарственной терапии, да, то есть химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия – это лекарственная терапия. Лекарственная терапия, лучевая терапия и хирургическое лечение – это три кита, на которых держится онкология. Других методов не существует, если вы обращаетесь к специалистам-онкологам. Всё остальное – это около онкологии, это за эти рекомендации отвечают люди, которые их рекомендуют. Это не наука и это не подтверждено. Дальше. Возможно ли какие-то другие методы? Я не вижу, вижу, что не исчерпаны варианты лечения, пациентку вполне можно лечить, но меня смущает фраза «по состоянию здоровья» – отказывается лечить. В чём заключается состояние здоровья, это нужно уточнять. То есть кахексия – это вопрос, наверное, к нам. Чем она вызвана – тоже, но там могут быть совершенно другие вопросы. Поэтому, вероятно, пациентку можно лечить, но глядя только на то, что здесь на экране, не ответим на этот вопрос. Я не понимаю, что значит «по состоянию здоровья». Варианты не исчерпаны, это совершенно точно. Вопрос от Елены из Обнинска. Увеличивает ли белковые препараты нагрузку на печень при асците? Бога ради, асцит при опухолевых заболеваниях имеет совершенно другой механизм, не такой, как при сердечных недостаточностях. Белковые препараты нужно принимать. Пожалуйста, там нужны белки, нужно питаться. Печень, если функционирует нормально, а как функционирует печень, это определяет тоже доктор по тем же анализам крови, то белки нужно и можно принимать. Вопрос. Человек называет себя коллегой. Роман из Ростова-на-Доно. Уважаемые коллеги, как вы относитесь к использованию так называемых коктейлей, альтернативных протоколов нутритивной поддержки пациентов, усиливающих химиотерапевтическое влияние на опухоль или дополняющих его, как, например, CUSP9? Кому можно рекомендовать? Делаете ли это в своей практике? Как часто? Спасибо. Здесь есть ссылка, но на нашем экране она не открывается. Я не верю в то, что... То есть неправильно говорить о том, что существует нутритивное питание, которое усиливает действие химиотерапии. Вы должны понять, что химиотерапевт, если мы говорим о лекарственном лечении, выбирает лечение, то, которое пациент в состоянии выдержать, перенести. По его показателям анализов крови, мочи, сердечной деятельности, по его поверхности тела, вес для нас важен, рост, мы вам рассказывали об этом долго. Поэтому что-то еще усиливать – это другой вопрос. Его не нужно усиливать без ведома онколога. Когда проводится химио-лучевое лечение, лучевая терапия, химиотерапия тоже усиливают действие друг друга. И мы рассчитываем эти дозы по-другому, не так, как лечение проводится отдельно. А вот по поводу коктейлей альтернативных протоколов нутритивной поддержки указанной группы, наверное, Полина Александровна расскажет больше. Но, насколько я поняла, в нашей стране они не используются. Ну, начнем с того, что даже в других странах мы опираемся на те гайдлайны и на те протоколы, уже имеющиеся. То есть, так называемых альтернативных протоколов нету. То есть, есть, допустим, рекомендации Европейской ассоциации энтерального и пронатерального питания, Американской ассоциации, то есть их много, но они не называются альтернативные протоколы. То есть, я думаю, что я, если честно, не знакома непосредственно с этой ссылкой, поэтому не совсем могу сказать, что это за коктейли и препараты, да, соответственно. Но протоколы, которые мы используем и на которые мы опираемся, они общеизвестны. И они есть, их можно, они в свободном доступе есть, их можно всегда прочитать. То есть, не затрудняюсь ответить на вопрос коллеги, да, соответственно. Но нет, такое в своей практике я не использую. Если я посмотрю, что это, я смогу, может, более какой-то хотя бы прицельный ответ дать. Но вот пока, ну, по крайней мере, альтернативных вариантов нутриционной поддержки, это уже все-таки немножко куда-то в парамедицину уходит. Да, похоже на то. Следующий вопрос от Ирины. Здесь полностью указано имя, отчество, я думаю, не буду поговорить. Из Санкт-Петербурга. Прошла лучевую и химиотерапию, чувствую, наверное, частый вопрос. Прошла себя, чувствуя себя почти нормально. Какой диеты я должна придерживаться? Спасибо за возможность получить консультацию. То есть, человек закончил, видимо, радикальное лечение, чувствует себя нормально. Какой диеты она должна придерживаться? Дело в том, что здесь, опять же, этот вопрос, он требует индивидуализации. Нужно понимать, какой был основной диагноз, на какую область пациентка получала лучевую терапию. Есть ли у неё какие-то осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта на сегодняшний день? И, исходя из этого, уже рекомендовать что-то, включая там медикаментозную терапию. То есть, если есть какая-то патология. Я предлагаю вернуться к этому вопросу в самом конце. Там есть ещё один интересный вопрос-предложение. Мы их объединим тогда. Ещё раз вернёмся к этому вопросу. Евгения из Петрозаводска. После мастектомии стадия перечисленная ИГХ. После химиотерапии и лучевой терапии стали расти полипы в пищеводе и желудке. Также появилась аденома на надпочечнике. В заключении ФГДС единственная эрозия нетержней трети пищевода. Полип решётки кардии. Очаговый трофический гастрит. Полиповидное образование выходного отдела желудка в течение полугода. Вопрос. Лечение у гастроэнтеролога или удаление. Прижигание. Рекомендации по диете и лечению. Большой вопрос. Спасибо. Достаточно короткий ответ. Из всего этого должна была быть взята биопсия. По результатам биопсийного материала мы уже определяемся, что делать соответственно с полипами дальше. То есть, смотря в зависимости от того, какие это полипы. Это доброкачественно. Соответственно, брать биопсию из этих полипов уже… Дело не в доброкачественности, а полипа… Типа полипов. Дело от типа полипа, да. Соответственно, в зависимости от того, что будет в биопсийном материале, мы уже решаем с эндоскопистами, соответственно, тактику дальнейшего лечения и наблюдения пациента. Они же из разных тканей растут, поэтому полипы тоже имеют разную гистологическую структуру. Правильно? Да, да. Совершенно верно. Забор биоматериала, да. Ну, а гастроэнтерит и всё остальное лечение у гастроэнтеролога должна быть точная консультация. Пациенты для наблюдения у гастроэнтеролога, но они параллельно решаются, соответственно, то есть после того, как мы получаем результат биопсии, ну, как правило, что мы делаем здесь у нас, да, ко мне присылают из отделения эндоскопии, мы смотрим результаты биопсии, и уже исходя из этого мы решаем, что делать с этим пациентом. То есть, либо это терапевтическое лечение, либо это какое-то комбинированное терапевтическое плюс удаление. Опять же, всегда эндоскописты смотрят, не все полипы нужно удалять. Вот, мы выучили, потому что это удачило, что делитесь, потому что… Для этого нужно смотреть, что у пациента есть, однозначно на этот вопрос не ответить. Ну, тем более, вот так вот, не зная ситуации, не видя протоколов обследования, это невозможно. Часто. Следующий, спасибо большое. Следующий вопрос достаточно большой. Слушайте, я посчитала, на 15 строчек постараюсь, постараемся уловить. Анна из Москвы. Я принимаю позапониб таргетную терапию. Мой доктор и другие, с кем я консультировалась, на сообщение о проблемах с пищеварением. Периодическое чувство жжения, довольно болезненный, метеоризм. Он советует только ОМЕС. К слову, от него у меня лишь больше метеоризм. Попробовала аналог ОМИПРОЗОЛ АКРЕХИН, к слову, более дешевый. В моем случае оказался более эффективным. Но если принимаю его более 5 дней подряд, то снова метеоризм, вплоть до диареи. Помогла немного ЛОПЧАТКА, КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ. Вопросы такие. Стоит ли принимать ОМИПРОЗОЛ не постоянно, а симптоматически, видимо? Давайте мы по вопросам. Стоит для начала обследоваться и сделать ФГДС, чтобы уже решить, нужна ли пациентке гастропротективная терапия. Можно ли заменить его другими препаратами? Я не имею в виду аналоги. Какими? То есть, видимо, продолжение того же вопроса. Ответа на него нет, потому что если нам необходимы ингибиторы протонной помпы, мы берем просто разные формы этих ингибиторов в зависимости от клинической ситуации и при необходимости их назначаем. Стоит ли принимать сорбенты как энтеросгель или активированный уголь? Не помешают ли они всасыванию основного лекарства? Если необходимо принимать сорбенты, и имеется какая-то клиническая ситуация, то мы их, естественно, назначаем в комплексе терапии. Если нет, то, наверное, не стоит. Если нет, то нет, конечно. Это всё строго по показаниям. Конечно. Надо разбираться с каждым. Можно ли вместе или вместо принимать травяные чаи и настои? С чем в таком случае советоваться? Гастроэнтеролог и гомеопат, например. Но я немножко скажу, что про чаи мы немножко поговорили. Потом нужно понимать, что гастроэнтеролог – это классический врач, который занимается лечением заболевания в дозах адекватных. Гомеопат – это доктор, который занимается лечением. Минимальными дозами. Минимальными. Там совсем другой механизм воздействия. И они более… Совсем другой механизм воздействия на заболевание. Он более длительный. И я думаю, что их место, наверное, больше в предупреждении заболевания, а не в лечении. Я не представляю, как можно гомеопатическим препаратом вылечить опухоль или гастрит. Извините, Полиция Александровна, я отвечу Сергею Владимировичу. Да, я… Алло. Я на школе, если можно, минут через 30. Полиция Александровна, у вас есть комментарии по поводу трав? Тоже нет. Тут нужно опять же… Гомеопатия. Гомеопатия не отменяет и не заменяет основное лечение. То есть, если как какая-то сопроводительная терапия, опять же, нужно смотреть состав того, что пациент принимает всё-таки. Но, скажем так, основного лечения, естественно, она не отменяет, в моём понимании. То есть, нашего основного гастроэнтерологического лечения. То есть, о замене здесь речи всё-таки не идёт. Об адекватной замене. Ну да. Стоит ли делать гастроскопию в таком случае, как мы, особенно учитывая, если в анамнезе много лет назад были гастроденит и эрозия привратника. Наверное, я скажу, что… Её нужно было делать. Нужно, да. Для симптоматического оккупирования болевых ощущений нечасто принимаю парацетамол. Помогает. Но, опять же, учитывая, какую нагрузку испытывает от токсического лекарства по запониба ЖКТ, стоит ли принимать тот же парацетамол, например, в свечах? Стоит ли заниматься самолечением? Ну, а если есть необходимость вкупирования болевого синдрома, можно ли принимать его перректум, а не перректум? Можно разбираться, с чем связан болевой синдром, и исходя из этого назначать адекватную терапию, конечно. Как понять по анализам крови, когда стоит принимать гепатопротекторы? В моём случае анализы показывают, что клетки печени уже начали разрушаться, но доктор говорит, что всё не настолько серьёзно, чтобы требовались гепатопротекторы. Видимо, имеется трансаминаза, я не понимаю, о чём идёт речь. Это очень странный вопрос, если по анализу крови они вместе с доктором видят, что клетки печени начали разрушаться, то есть в моём понимании это, видимо, либо цитолиз, либо ещё что-то, то тогда есть показания для терапии. А если распад печени не так страшно быть, не может быть? Не такой страшный, да, чуть-чуть распадпишите. Не может такого быть. Что Вы думаете об однодневном голодании, или по крайней мере о том, чтобы время между приёмами пищи составляло не менее 8 часов при онкологических заболеваниях? Но мы говорили о том, что питание должно быть часто и дробно, и редко и не должно быть. Голодание не помогает. И о фунготерапии. Опять же, не вместо основного лечения, а вместе с ним. Спасибо. Наверное, я отвечу на этот вопрос, потому что лечение грибами не признано в нашей стране, и не в любой другой стране, не является основным методом. Такой хороший вопрос, который многие задают, не является способом лечения опухолевых заболеваний. И тоже то, что я часто говорю при беседе со своими пациентами. Тогда, когда вы, даже вместе с основным лечением, добавляете любые другие препараты, вы меняете клиническую формулу. Вы должны понять, что это не отдельно бегающие солдатики по крови, которые убегают вашего врага. Это получается новое химическое соединение. Поэтому, если мы предлагаем вам или проводим вам химиотерапию, гормонотерапию, иммунотерапию, а вы вместе с этим ещё другие какие-то препараты добавляете, то мы не понимаем, что происходит с организмом. Потому что получается совершенно другой коктейль, другая смесь, другие аллергические реакции, другие осложнения. Согласны? Абсолютно. Так, и тут, правда, ещё получился хорошо. Вот эти два вопроса, видимо, мы объединим. Снова Лилия из Уфы. Это снова Лилия. Вопрос про маму. Состояние здоровья мама слаба, всё время лежит, ест немного. Химиотерапевт и радиолог сказали, не перенесёт лечение по удалению метастазов. Прочитала в интернете про лекарства Кейтруда, где и кто его назначает, и поможет ли нутриционное питание дать маме силы. Заранее спасибо за ответ. Кейтруда – препарат противоопухолевый. Назначение его должно быть, опять же, строго определено. Для того, чтобы назначить противоопухоль в лечении, мы анализируем весь анамнез заболевания. Когда заболел, какой гистологический, гистохимический тип опухоли у пациента был и есть в настоящий момент. Какое лечение получал, в какие сроки, какие дозы, какой эффект был. Сказать сходу, поможет ли Кейтруда, не могу. Хотя можно попробовать. Почему мама лежит? А другой вопрос, который уже есть. Мама лежит? Да. Я не знаю, может быть, потому что она... Может быть, она голодна, может быть, у неё кахексия, может быть, у неё есть какие-то переломы, может быть, у неё есть печёночная или почечная недостаточность, я не отвечу на этот вопрос, к сожалению. Клиническая депрессия? Конечно, да, или депрессия, в принципе. То есть, это невозможно ответить на этот вопрос сейчас. Я не знаю, почему она лежит. Почти не ест. Если пациент... И опять же, тот вопрос, который мы говорили. Если пациент получает противоопухолевое лечение или будет получать, мы понимаем, что он будет получать, тогда кормить человека нужно и можно, да, дополнительную ПСП. Если человек доходит до той ситуации, когда ему не нужно проводить противоопухолевое лечение, жестокие слова, да, бессмысленно, то тогда и дополнительное питание тоже бессмысленно. Это нужно, да. Тут можно дополнительное питание в качестве палеотивной помощи. И симптоматикой можно, в принципе, поддерживать пациентов. Мы что и делаем, мы должны делать. Но, опять же, тоже на такой вопрос однозначно не ответить. Вот абсолютно правильно вы сказали, что почему лежит. Но это вот такой абстрактный вопрос. Здесь нужно четко разбираться с документами, что получала пациентка, что проводилось. И почему лежит. И почему лежит, да. Вопрос, который вот я хотела объединить. Видимо, от коллеги. Татьяна из Москвы. Есть ли возможность донести до пациентов мысль о том, что мясо – это не зло? Так как самое распространенное утверждение среди больных – мясо стимулирует рост опухоли. Ещё хотелось бы сказать, ещё есть утверждение, что сахар стимулирует рост опухоли, витамины стимулируют рост опухоли. И вот это объединение вопроса с Ириной из Санкт-Петербурга. Какой диеты я должна придерживаться? То есть, если есть нутритивная недостаточность, диету определяет специалист, гастроэнтеролог, нутрициолог. Если недостаточности нет, но у вас в анамнезе есть опухолевое заболевание, сейчас оно не прогрессирует, оно спит, вы вылечены. Пожалуйста, ешьте мясо, ешьте сладости, если вам их хочется, в разумных пределах. Пожалуйста, пейте соки в разумных пределах и ешьте витамины, если это необходимо. Я просто почему решила объединить этот вопрос, потому что очень часто считается, что мясо или сахар, или там витамины провоцируют рост опухоли. Вас сейчас избавили от опухоли? Если она когда-то снова возникнет, мясо тут ни при чём. Конечно, конечно, конечно. Единственное, опять же, не едим сырое мясо, да, и акцент всё-таки делаем на белое мясо. Курица, индейка, рыба приготовленные, не сырые. Пожалуйста, мясо не будет провоцировать рост опухоли. Это всеобщее заблуждение. У нас не кушают мясо не только онкологические пациенты, но и взрослые люди с возрастом перестают кушать белок. Тут другой вопрос, что, например, при постретекционных синдромах, если мы понимаем, что свинина, баранина, говядина, субстратный гидролиз этого продукта порядка 4,5-5 часов, то я, например, в связи с этим рекомендую пациентам принимать, переходить на птицу, рыбу, то есть то мясо, скорость субстратного гидролиза которого меньше. Потому что даже если я дам адекватную заместительную ферментативную терапию, пациенты могут испытывать диспепсию после приёма пищи более длительную, будет требоваться ещё какая-то дополнительная медикаментозная коррекция. Вот в этом случае, естественно, мы меняем просто рацион немножко на то, чтобы пациенту купировать вот эти нежелательные диспептические явления. По поводу сахара мы уже в самом начале всё рассказали, показали про ловушки для азота и про эти, ну, в общем-то, действительно, пора уже заканчивать, базироваться на утверждениях, на физиологии, там, биохимии, которая уже, благо, с 975 года, да, прошлого века, и как-то уже передвигаться в настоящее. То есть мясо имеется в белок, белок животного происхождения, лучше переходить на белое мясо и на рыбу. Хорошо. Но кушать нужно и можно. Конечно. Они не отменяют, они не мешают, ради Бога. Просто в этих коктейлях полностью сформированный белковый состав. Мы показывали слайды, где в одной бутылочке содержится практически, да, несколько кусочков хлеба, несколько яиц, несколько кусочков мяса и так далее. Пожалуйста. Есть ли ещё вопросы? Ещё раз. Мужчины предпочитают говядину, либо предпочитают свинину. Можно, нежирный край, можно, но желательно переходить на птицу. Можно и нужно. Если нет других пожеланий в мясе-то. Ну, если есть какая-то вот ситуация, приходит пациент, говорит, доктор, у меня полностью удалён желудок, съедаю кусок мяса, потом три часа мне плохо, меня тошнит, фермент с ферментами плохо, съедаю курицу, мне лучше всё усваивается, немножко по-другому идёт пищеварение. Из этого просится логический такой совет, да, соответственно. Ну, поменяйте в рационе продукты. То есть, в общем-то, ничего страшного-то в этом нет. Да, и нужно. Пожалуйста. Да, не вижу просто от кого вопрос. Да, почему нельзя? Откуда эти мифы взялись? Я имею в виду мнение, что субпродукты не желают. К сожалению, да, вот Полина Александровна сказала, что существуют всевозможные, мы целый день сегодня пытаемся вам донести, что существуют мифы даже среди врачей, но в основном не онкологов. К сожалению, когда этого нельзя, этого нельзя, что нельзя, мы говорили, не нужно жирное, копчёное, тяжёлое, сладкое, много в больших количествах. Не нужно восполнять калорийность булками, то есть можно 2000 килокалорий съесть за счёт одних тортов или булок, но на самом деле нужно поесть, можно и булочку съесть, да, и мясо поесть, тогда всё будет нормально. Скажите, пожалуйста, а что касается овощей и фруктов, какие могут быть овощи и фрукты? Овощи и фрукты можно, и мы показывали, если ваш желудочно-кишечный тракт переваривает, у вас нет ни поносов, ни ферментативной недостаточности, то, пожалуйста, ешьте. Единственное, что овощи желательно тушить, наверное, но если вы хотите есть сырые овощи, то их нужно тщательно мыть, гораздо тщательнее, чем тогда, когда вы были полностью здоровы. Потому что всё-таки это снаружи инфицирование идёт. Ну, я считаю, что надо максимально подобрать терапию так, чтобы расширить рацион пациента и, соответственно, качество жизни до максимально возможного. Потому что ограничить человека во всех возможных продуктах – это достаточно просто. Посадить его на строгую диету, сказать тебе этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. Вот хлеб, вода, там всё. Но качество жизни при этом очень значимо ухудшается. И, соответственно, с учётом того, что мы имеем много всего, что может улучшить качество жизни, в том числе и пищеварение, в общем-то, почему бы этим не воспользоваться? Хорошо. Все вопросы? А можно промыть овощи, да? Да. Напомню, что нужно на 10 минут замачивать в воде с содой. Это вот к вопросу к грибам туда же. А что значит тогда хорошо помыть? Под струей. Взять под струей воды хорошо их просто хотя бы вымыть. Проточной струей воды. Рекомендуется же ещё щёточками, да, мы же посуду моем, щёточками помыть овощи, чтобы не жёсткими, чтобы смыть всё это дело. Ну и кипятком, да, и кипятком ополоснуть. Хорошо. В соли не надо их замачивать. Да, не в соли, ни в соде, ни в уксусе. Хорошо. Вы знаете, что, я сегодня на глаза попалась цитатом. Я, наверное, ею бы хотела завершить нашу сегодняшнюю встречу. Это высказывание ныне здравствующего классика гириатрии Кеннета Роквуда. Гириатрия – это доктора, занимающиеся болезнями пожилых людей. Для многих людей жить означает есть. Поэтому успехом будет пользоваться то лечение, которое позволит людям хорошо есть. Поэтому мы постараемся так, чтобы… То есть опухоль не мешает вам. Мы стараемся, по крайней мере, сделать так, чтобы вы жили, не считая себя кем-то другим. То есть на первый план сейчас выходит действительно качество жизни наших пациентов. То есть мы боремся с опухолью, но мы, ста инкологи, стали задумываться и о том, что помимо того, чтобы выжить, вам стараться жить долго и по возможности не чувствовать себя другими. Хорошо. На самом деле народу не очень много в зале было, но я вижу, что по интернету нас смотрят. И вот мне сегодня очень понравилось ваше общение с вами. Вы были достаточно активны и вопросы задавали. Приходите на следующие школы. Я бы хотела поблагодарить наших лекторов и компанию «Нутриция», которая все-таки помогает нашим пациентам. И на самом деле они сегодня помогали нам организовать онлайн-трансляцию, которая идет в Ютубе. И вы можете… У нас могут посмотреть люди из разных городов. И вы можете вернуться к этой теме, посмотрев информацию на нашем сайте, еще раз прослушав все это. Марий Сергеевич, вы скажете что-нибудь? На самом деле, если сегодня мы ответили вам хотя бы на ряд ваших вопросов, это уже отлично. Потому что все равно возможность получить развернутые ответы, скорее всего, будут получить только на личной консультации. Но если база заложена, и вы больше начинаете доверять нам в этом плане, то это отлично, мне кажется. Спасибо вам. Татьяна Александровна, вы скажете что-нибудь? Вы знаете, когда мы лечились, я имею в виду с мужем, да, у нас, я уже рассказывала, подбирали все это. Мы полтора года сидели на жесточайшей диете, на очень жестокой. Ну там, пищевод был ушеден, значит, мы очень подбирали фрукты, овощи, тушили, все промывали, то, что с ней говорили. А через полтора года мой муж сказал, а зачем мне такая жизнь нужна? Все равно надо знать, что себя радовать, наверное, радовать. Ну, конечно, колбасу мы не едим копченую, мы не едим копченой стены, мы не едим копченую рыбу, мы не едим хлеб сладкое, ну, в количестве, в большом количестве. Но с другой стороны, я считаю, что все в миру хорошо, все в замечательном миру. И вот убиваться вот так вот, что там помыть, не помыть, там порезать, да, не надо. Надо есть и кушать иногда с удовольствием, точно мое мнение. Мы сами просто это все прошли. Но за те полтора года, что мы сидели на диете, хочу сказать, что я же сидела вместе с ним, и мы избавились от всех побочных каких-то заболеваний. Так что это надо обязательно еще и здоровы. Ешьте хлеб, чем он вам помешал? В принципе, рекомендуется кушать черный хлеб. Полина Александровна, вы ответите что-нибудь про хлеб, белый или черный? Я считаю, хлеб какой кушать, белый или черный? Ну, у диетологов есть любимая рекомендация, это из цельнозерновой муки, соответственно. Вот, поэтому, а так, по крупному счету, в общем-то, любой. Ну, естественно, если, еще раз говорю, что у вас будет повышенное газообразование на фоне употребления дрожжевого хлеба, естественно, берите хлеб, цельнозерновой хлеб из цельнозерновой муки. То есть, подбирайте то, что вам помогает, то, чего вам лучше. Вот чего только не выдумают, да. Не знаю, с чем это связано. Дружно растет ухо. Для всего должно быть какое-то логическое обоснование. Соответственно, не совсем, наверное, корректные вот такие огульные заверения, что сейчас я слышу и от коллег периодически, и от, так сказать, врачей, которые выступают вот по телевизору, периодически поступают такие очень резкие заявления, что все вокруг яд, хлеб вокруг яд, и все-все-все ужасно, все плохо. Ну, как-то должно все-таки немножко это быть более корректно, мне кажется. Чтобы пациенты, когда сталкиваются, по-настоящему сталкиваются с заболеванием, не ограничивали себя. Потому что, вы знаете, у меня вот буквально я сидела сейчас, слушала вопросы. У меня вчера был пациент на приеме. Он за последние два месяца похудел на больше, чем на 20 кг, просто потому, что когда у него обнаружили основное у него заболевание, онкологическое, наслушавшись, соответственно, и начитавшись всего, что говорят по телевизору около, в интернете, в том числе там, да, в каких-то так называемых научно-популярных программах, пациент посадил себя на жесточайшую диету, которая включала в буквальном смысле кусок курицы, вода, кабачок он, по-моему, тушил и еще что-то. И вот это вот человек ест на протяжении двух месяцев. Соответственно, когда он уже дошел до приема на терапию, и когда вот ему диагностировали заболевание, то там уже не столько основное заболевание, сколько человек себя довел фактически уже до кохексии. Просто, опять же, потому что слишком много вот этой около информации, и, к сожалению, не всегда нужный, правильный и зачастую вредящий пациентам. Поэтому будьте просто избирательны. Я бы так сказала. Мы говорили о том, что молочные продукты, да. Смотрите, относительно молочных продуктов. Довольно часто… После резекции участков желудочно-кишечного тракта, да, соответственно, бывает во взрослом возрасте, у пациентов развивается вторичная лактазная недостаточность. То есть непосредственно молоко пациенты не очень хорошо переносят. У них на фоне употребления молока именно диарея. Как правило, пациенты это знают. Но при этом кисломолочные продукты, где уже не молочный сахар, а молочная кислота, пациенты переносят достаточно удовлетворительно. Это, соответственно, сыры, твороги, да, творог. То есть вот такие продукты. Опять же, пробуйте и смотрите. Какого-то категорического запрета нет. Всё по переносимости. То есть, соответственно, если у вас на фоне употребления молока диарея, ну, соответственно, ну не надо его употреблять. Масса людей во взрослом состоянии имеет ту или иную лактазную недостаточность разной степени выраженности. Страшного в этом ничего нет. Пробуйте другие продукты. Опять же, есть с кисломолочными продуктами. Ну вот у меня, например, пациенты с пострезекционными синдромами добавляют ферменты, там те же лактазы, которые помогают расщеплять кисломолочные продукты. И, в общем-то, их спокойно совершенно употребляют. Я бы, наверное, этот вопрос так разделила. Вы задаёте такие вопросы. Можно ли мясо, можно ли молоко, можно ли хлеб? Видимо, продолжение мы не слышим. Не стимулируют ли они опухоль? Продукты, эти продукты не стимулируют рост опухоли. Я вам как онколог отвечаю. А Полина Александровна отвечает на вопрос, если ваш организм эти продукты переносит нормально, то, пожалуйста, кушайте. То есть ограничение данных продуктов идёт только по ограничению их перевариваемости. Мы правильно понимаем ваши вопросы? То есть вы волнуетесь, не будут ли эти продукты стимулировать опухоль? Нет. Пожалуйста. А вот можно их принимать или нельзя? На этот вопрос отвечает ваш организм. Если у меня есть такая-то недостаточность, я этот продукт и не могу, я подбираю другой. Если у меня нормальная ферментативная функция, я этот продукт ем, ем. Много нельзя булок и сахара, потому что разовьётся сахарный диабет. Много. Но немного-то можно. А не потому, что опухоль разовьётся. Понимаете? То есть продукты не от молока, не от мяса опухоль не развивается. Во время прохождения химиотерапии и лучевой терапии очень часто идут побочные эффекты в виде и жидкого стула, и нарушения пищеварения, и так далее, и так далее. И когда приходишь к врачу и говоришь, мне плохо, я не могу это есть, а что мне делать, ну не ешь вообще ничего, подожди. Да, это правда. Наша беда общая. Мы сейчас сидим и разговариваем, что обучать нужно не только пациентов, обучать нужно и врачей тоже, к сожалению. Поймите, онкологов, я тоже, когда есть время, рассказываю пациентам, наука онкологии существует всего несколько десятков лет. И первой нашей задачей всегда было спасти ваши жизни. У человека злокачественная опухоль. О чём мы думаем? Да бог с ним волосы выпадут, да бог с ним рвут-то будет, мы сейчас жизнь спасаем. Потом, в течение нескольких лет, мы научились тому, что вы живёте долго. Большая часть пациентов наших живёт долго. И вот сейчас мы стали задумываться о качестве жизни. Я не осмелилась озвучить вот эту фразу, но она была озвучена. А зачем мне эта жизнь? Понимаете, вы часто к нам приходите и говорите, если у меня то и это, и мне нельзя того и этого, зачем мне жить? Вот сейчас мы действительно стали задумываться о том, как вы живёте, насколько качественно, не только как долго, но и насколько качественно. Да, к сожалению, и среди врачей, и среди врачей других специальностей существуют всевозможные мифы. И поэтому мы и проводим и школы, и конференции, и беседы, и обучаем, пытаемся вас. И мы, я надеюсь, мы в скором времени организуем, да, обучение для врачей другого звена, не узких специалистов, ну, грубо говоря, высокого эшелона, когда вы к нам приходите уже за специальным лечением. Мы хотим, чтобы вы к нам приходили и потом уходили под наблюдение к остальным докторам, и они тоже были грамотны. Я согласна, да. Это правда, есть такая беда. Спасибо. Как только мы, наверное, не слушаем, доктор Муснякова по телевизору. Так. Последняя, одна из последних передач, речь на иммунитете. И он говорил, что пока еще цивилизация не научилась повышать иммунитет. Понижать, да, в некоторых случаях, а повышать, как бы, нет. Так вот, то есть звучала еще такая фраза, что, ну, к иммунологам нужно, да, имеет это смысл в этой связи или нет. Есть возможность повысить иммунитет уже в нашем состоянии? Садитесь, присядьте, да. Хороший вопрос. Тоже задают практически все вопросы. Здесь нужно разделять на, какой иммунитет вы имеете в виду. Противоопухолевый. Существует противоопухолевая иммунотерапия, и мы ею занимаемся. Если иммунитет, связанный с инфекционными заболеваниями, то это вопрос не к онкологам, это вопрос к иммунологам. Но в любом случае, тогда, когда вы говорите о повышении иммунитета, этот вопрос должен обсуждаться с иммунологами после выполнения иммунограммы. Действительно, неправильным лечением, неправильными попытками повысить иммунитет можно спровоцировать рост опухоли. Или понизить иммунитет, в принципе, да. То есть получается, что после пьеры у тебя не обязательно. С какой целью вы пойдете к иммунологам? Если вы после химиотерапии заметили, что вы чаще болеете простудными заболеваниями, например, или инфекционными, да, идите, пожалуйста. А если мы думаем о том, что не все виды опухоли лечатся иммунологическими препаратами, но некоторые действительно лечатся, тогда мы назначаем такое лечение противоопухолевую иммунотерапию. Очень большое количество опухолей исследуется сейчас, находится в стадии разработок, стадии клинических испытаний, исследований, возможно ли лечение данного вида опухоли тем или иным иммунологическим препаратом. Этим занимаются онкологи. То есть получается, что после иммунолога опять нужно вернуться к онкологу и скорректировать то, что назначает иммунолог. Еще раз уловите, пожалуйста, если мы говорим о противоопухолевой иммунотерапии, этим занимаются онкологи, мы называемся химиотерапевты. Если мы говорим об инфекционном иммунитете, То есть, если вы хотите бороться, это разные иммунитеты. Если вы хотите бороться с опухолью, то не нужно ходить к иммунологу. Мы сами вас к нему отправим, они у нас есть. Или займемся иммунотерапией противопухолевой. Но если простудное заболевание, то, пожалуйста, к иммунологу. Просто после химиотерапии организм настолько ослаблен и не подготовлен к тому, что идет во внешней среде. Иногда достаточно выйти в магазин, на тебя чихнули, ты заболеваешь. Правильно, это инфекционный иммунитет. Идете к иммунологу, который занимается инфекционным иммунитетом, разбираетесь с ним. Тут мы вам уже не нужны, конечно. А вот после этой ситуации нужно приходить к врачу, наблюдающемуся после конколога, и с ним корректировать то, что означает иммунолог? Нет, в данном случае нет. К конкологу вы приходите для наблюдения за развитием опухолевого заболевания. Возможным развитием последующим. Есть смысл адаптогены принимать? Хороший вопрос есть. Да. Адаптогены. Адаптогены. Но единственное, нужно понимать, что при длительном применении вызывает привыкание, могут возникать запоры, нужно их менять. И они могут повышать артериальное давление, принимать их в первой половине дня. Вот адаптогены. Вот здесь как раз тот вопрос, который вы тоже задавали. Наверное, можно сходить и к гомеопату. То есть адаптогены, гомеопатия – это на том уровне, когда вы здоровы и пытаетесь сохранить ещё дальше своё здоровье. То есть вы уже пролечены от опухолевого заболевания. А для профилактики, для наблюдения, для повышения сил организма. Адаптогены – это препараты, которые помогают организму пережить те или иные стрессовые ситуации. Но там тоже, может быть, не нужно самим этим заниматься. Да, там повышение артериального давления, пожалуйста, ухудшение общего состояния тоже может быть. Или вдруг у вас возникли запоры, вы пошли к гастроэнтерологу, и потом выясняется, что, я не знаю, там, вы бифунгин уже полгода без перерыва принимаете. Понимаете? Такое тоже может быть. Все вопросы? Спасибо вам большое. Вы были прекрасными участниками нашей школы. Приходите ещё. Спасибо. 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 Спасибо.